Это программа «День с толком» в студии Ирины Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Ужесточение мер в Алтайском крае вернули коронавирусную рассадку в кинотеатрах и концертных залах. Избегая очередей, жители Барнаула начали штурмовать мобильные пункты вакцинации. И долгожданное открытие. В Турцию вылетел первый самолет с алтайскими туристами. Одну из девочек, которая серьезно пострадала в результате происшествия с батутом, выписали из Центра охраны материнства и детства. Эту информацию нам подтвердили в региональном Минздраве. Связаться с мамой ребенка пока не удалось. Девочка провела там больше трех недель. Напомним, 30 мая аттракцион, в котором в этот момент находились дети, взмыл воздух. Две девочки выпали с батута с высоты нескольких метров на трамвайные пути. Обе получили тяжелые травмы, их сразу направили в реанимацию, а одну из девочек подключили к аппарату ИВЛ. Второй ребенок до сих пор находится в больнице. Рядом с дочерью постоянно дежурят врачи и родители. И к другой теме. С этого дня в Алтайском крае вновь действует коронавирусная рассадка в зрительных залах. То есть всего 50% от общей вместимости. Речь идет о кинотеатрах, театрах, концертных залах, спортивных объектах. Также устанавливается временный запрет на проведение массовых мероприятий, если число их участников превышает тысячу человек. Соответствующий указ сегодня подписал губернатор края Виктор Томенко. Действующая редакция антиковидного указа по-прежнему обязывает к наличию санитайзеров, рециркуляторов в общественных местах, соблюдении социальной дистанции. И, конечно, ношению масок. Напомним, их необходимо надевать не только в магазинах, больницах, но и на парковках, в общественном транспорте, в лифтах. Кроме того, в указе сохраняется рекомендация для работодателей при возможности отправить сотрудников на дистанционный режим работы. Еще пару недель назад врачи обзванивали пациентов, приглашая на вакцинацию от коронавируса. А теперь на ходу перенаправляют поток желающих. За несколько дней он стал в разы больше. В некоторых поликлиниках запись на вакцину уже начинается в июле. И люди стали штурмовать мобильные пункты. В обычный день мобильный пункт принимает до 2000 человек. Но после прошедших выходных и здесь очередь. Желающих вдвое больше. Что последнее? Я вот переболела, просто не хочу второй раз болеть. Тяжело болели? Да. Мобильный пункт открывает двери в 10 утра. За полтора часа до этого уже занимает очередь. Кто-то не хочет долго ждать, кто-то не успел пройти вчера. Ну, у меня есть гипертония. Осознаете риски, но все равно это нужно сделать? Ну, я думаю, что да, потому что если даже будет инфекция какая-то и заболеешь, может быть, это более облегченно будет проходить болезнь. В очереди держатся стойко, провожая взглядом тех, кто уже спускается по лестнице и жалуется, что нет лавочек. Хотя еще на прошлой неделе врачи скучали в ожидании пациентов. Сын привился, дал он в Санкт-Петербурге, дочь в Москве тоже привилась, как бы не потому что, значит, желание у них бежать, ставить. Вот по статистике в Москве из 100%, которые привились, 30% заболели ковидом. Поэтому надежды на эти прививки, но сам не станешь источником и не будешь распространять, это надежда дает на то, что на уменьшение. Я еще 9 июня в 12-й поликлинике записалась на очередь. Вчера звоню, они сказали, пока нет вакцины, позвоним. Ну, посчитайте, сколько время 9-го числа прошло. Накануне в Минздраве заверили, что запаса вакцины в крае на несколько дней вперед. Поставки регулярно, дефицита нет. Подавляющая часть препаратов – спутник ВИ, его же чаще просят и жители. Другое дело, что забронировать время вакцинирования в поликлинике сложно. Напуганной третьей волной поставить препарат стремятся многие и блокируют запись. А на какой ближайший день можно записаться на вакцину от коронавируса? На 8-й. На 8-й июля. Да. На 6-й июля ближайшая запись. Билет в Питер взял на самолет. Сказали, не выпустят, пока не привьешься. Спустя полтора часа работы мобильного пункта врачи рекомендуют пришедшим, нежелающим ждать, идти в 14-ю поликлинику. С сегодняшнего дня и там вакцинируют в порядке очереди. И у нас здесь есть кабинет вакцинации. Сейчас идут люди сюда, ну по какой-то причине, по той, скорее всего, причине, что это было В2, а в какое-то время приходили прививаться в разы меньше людей. В связи с этим у нас медработник освободился. И мы перекинули сюда тех, кто может дойти сюда и желает, чтобы вне очереди побыстрее привиться. Кстати, врачи поясняют, если вы заболели простудой в дни, когда нужно ставить вторую фазу, не отменяйте прием, а переносите. В этом не будет ничего страшного. А между тем, за две недели рост ежедневно заболевающих коронавирусом вырос вдвое. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком. Выборы 19 сентября на Алтае пройдут в традиционном формате. Дистанционный или электронный формат пока ждать не стоит. Об этом сообщила председатель краевого избиркома Ирина Акимова. Сегодня она провела пресс-конференцию, которой открыл избирательную кампанию. По словам Акимовой, организаторов этого мероприятия ждут новинки. Например, сканеры для проверки подписных листов. Которые позволяют полностью устранить такой неблагоприятный человеческий фактор при анализе, прочтении, ошибочном, может быть, прочтении или неверном перенесении тех или иных данных из рукописного подписного листа при его проверке в соответствующую форму. И еще одна новинка. Открепительных листов не будет, так как не будет и досрочного голосования. Обычно оно длилось 10 дней до официальной даты. Дело в том, что сами сентябрьские выборы в Госдуму будут проходить три дня – 17, 18 и 19 числа. Это связано с эпид-обстановкой. Для местного самоуправления в этом году пройдет 95 избирательных кампаний, на кону 600 мандатов депутатов и 35 кресел глав сельских поселений. До 7 августа участники должны представить все документы для регистрации. Сегодня в России День памяти и скорби. В честь 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны мероприятия прошли и в Барнауле. Традиционно у мемориала славы ночью зажгли свечи, а уже утром возложили цветы. И сегодня же в сквере Кирыбаевы торжественно открыли стелу, посвященную эвакуированным в край предприятия. Подробности у Артема Гусельникова. В годы Великой Отечественной на фронт ушли 700 тысяч жителей Алтайского края, треть из них погибли. Свечи памяти вновь загорелись ночью, накануне 22 июня на мемориале славы. А уже утром в честь 80-летия начала Великой Отечественной сюда возложили живые цветы. Барнаульцу Геннадию Дубровину на момент начала войны было всего 8. Но вспоминали заслуги военного времени не только на Площади Победы. За годы войны в Алтайский край было эвакуировано более 100 предприятий со всей страны. 14 из них разместили в Барнауле. Чтобы отдать дань памяти работникам тыла, в сквере Кирыбаева открыли сегодня памятную стелу. Наша задача нынешних поколений обязательно сохранить в памяти эту великую историю. Сохранить и передать по наследству потомкам, которые придут за нами. И многие барнаульцы действительно следуют этому принципу. Для них памятный знак стал символом причастности города к победе. Барнаул – это город, который и край, который кормил воинов во время войны и помогал фронту в борьбе. Поэтому вот этот памятник, он просто на таком месте, куда идут все промышленные предприятия, дорога на промышленные предприятия. И я думаю, он необходим. Теперь Стелла будет служить своеобразными воротами в промышленную зону Барнаула. Туда, где до сих пор работают заводы, эвакуированные во время войны. Каждый житель города теперь может прийти и возложить цветы к памятнику, расположенному на пересечении улицы Пионеров и проспекта Калинина. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком. Продолжим. Барнаульские ученые создали 3D-модели, которые могут следить за экологическим состоянием водоемов. Данные, полученные с датчиков, позволят выявить особо загрязненные участки, проследить динамику экосистемы и не только. Наша съемочная группа встретилась с разработчиками проекта. Пока это модели, собранные, можно сказать, из подручных средств. В руках преподавателя политеха система для экологического мониторинга водоемов. Состоит она из трех датчиков. Они позволяют измерить прозрачность, движение и температуру воды. Нужно только опустить прибор в воду. Так ученые смогут следить за динамикой экологической обстановки в озерах, реках, фиксировать все изменения. Разработали 3D-модели специально для Барнаульского института водных и экологических проблем. До настоящего момента они использовали те устройства, которые в советское время были разработаны. До сих пор ими пользовались. Но просто уже время подошло, необходима модернизация. У них стала такая проблема, задача. Современные устройства достаточно дорогие, зарубежные аналоги очень дорогие. Институт их позволить себе не может. Проводить исследования необходимо. Для сравнения, прибор, созданный в стенах ВУЗа, будет стоить около 20 тысяч рублей. Зарубежные аналоги – около 700 тысяч. Собрал 3D-модели совсем еще юный ученый политеха, который защитит диплом в ближайшие дни. На разработку и продвижение своего проекта Артем Каменев выиграл грант – полмиллиона рублей. В данный момент мы модернизируем этот проект, работаем над ним по факту. И да, заключительным этапом будет полный стэк документации на устройства и с возможностью их производства. Производство, да. То есть производством, как правило, занимаются не разработчики, а какие-то компании-производители. А пока ученые уже провели первые измерения на озерах – Телецком, Манжирокском и Красиловском. В перспективе специалисты планируют вести постоянный мониторинг на проблемных объектах региона. Не здесь, может быть, не под этим мостом, может быть, под другим. Просто напросто разместить этот прибор, он будет постоянно наблюдать за состоянием реки. В нужное время подать сигнал, что-то изменилось в реке. И вот тогда можно будет действительно установить и причину загрязнения, если она такая возникла, да, и, соответственно, принять меры по управлению качеством воды реки. Короче говоря, людей, которые загрязняют, привлечь к ответственности. А вот что касается промышленного производства 3D-моделей из политеха, его планируют наладить уже через год. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толка. И снова понадобился нам берег Турецкий. Границы с курортной страной вновь открыты. Решение федеральной власти приняли из-за улучшения ситуации с COVID-19 в Турции и на фоне переполненности черноморских курортов России. Тех, кто еще в апреле выбрал турецкое направление, в свое время перенаправили на Кипр или в Египет. Сейчас многие туристы просят обменять путевки обратно на отдых в Турции. Такую тенденцию отмечают и алтайские туроператоры. По оценке Российского союза туриндустрии, после 15 апреля около полутора миллионов человек не смогли улететь в Турцию из-за ограничений. А обязательства турбизнеса за замороженные путевки превышают 70 миллиардов рублей. Первый самолет с алтайскими туристами после трех месяцев запрета вылетел сегодня из Новосибирска. В настоящий момент стоимость путевки в нашем регионе за Турцию составляет от 38 тысяч рублей. Однако есть фирмы, которые воспользовались неожиданным открытием границ. Если говорить о ценах, то можно было наблюдать определенный хаос в пятницу и в субботу. Многие туроператоры, воспользовавшись ситуацией, меняли цены. Причем как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Немногие на самом деле обошлись без каких-то изменений. Пока одни радуются, что наконец отправятся в Турцию, другая половина не спешит приобретать путевки. Туроператоры говорят, у людей есть страх, что границы опять закроют и может повториться апрельский сценарий. На этой неделе в регионе пройдут выпускные вечера. Один из первых уже прошел в Барнауле. Обучение завершили юные летчики школы-интерната имени Константина Павлюкова. Выпуск 2021 года стал юбилейным, 30-м в истории летной школы. В этот раз на плацу 88 воспитанников. Все выпускники – члены юной армии. И за два года обучения они совершили свыше 350 прыжков с парашютом. Более 60 человек планируют стать курсантами вузов Министерства обороны. Еще 25 выбрали для себя гражданский профиль. И вновь вернемся к сегодняшней дате – Дню памяти и скорби. Основные экспонаты выставки, которая открылась сегодня в Барнауле – личные вещи алтайских солдат времен Великой Отечественной войны. Работать экспозиция под названием «Через века, через года, помните» будет до конца года в Краевеческом музее. Летный шлемофон с очками и окулярами времен Великой Отечественной войны. Бинокль, через который хорошо видно врага. И даже военные медикаменты. Они буквально спасали молодых солдат на фронте. Эта выставка не такая, как все. Ведь здесь есть душа солдата, которая бережно сохранилась в его вещи. А это вещи настоящего разведчика. Карта, бинокль и самодельный нож с надписью «Бей фашиста». Теперь каждый может прийти в Краевеческий музей и посмотреть на эти экспонаты вживую. Ордена, медали и даже оружие времен Второй мировой. Экспозицию поделили на несколько частей. Каждая посвящена различным родам войск. Морякам, разведчикам, танкистам и медицинским работникам. Более 500 экспонатов живой истории, которая до сих пор трогает сердца миллионов людей. Конечно, большой упор здесь сделан на наших земляков. Потому что практически все материалы, которые мы здесь представили, они принадлежали тем людям, чьи судьба тем или иным образом была связана с нашим Алтайским краем. Выставка будет работать до конца года. И, возможно, ее дополняют другие экспонаты из военного хранилища музея. Ведь на сегодняшний день там находятся более 10 тысяч предметов времен Великой Отечественной войны. Маргарита Гартун, Дмитрий Денисов, День с толком. И к новостям спорта. Сегодня ночью сборная России по футболу проиграла Дании 4-1 и теперь покидает чемпионат Европы. В интернете пишут, что некоторые депутаты Госдумы отреагировали эмоционально, озвучив, что им грустно и стыдно. А наша съемочная группа узнала мнение алтайских болельщиков. Мне кажется, что ребята немножечко подустали. Мне кажется, евро точно не их. Ну, по крайней мере, не в этом году точно. Дюба как-то, ну, не знаю. Мне кажется, это уже теперь просто медийное какое-то лицо, а не спортсмен. В любом случае не расскажу, их уже надо всех разогнать. Надо набрать просто новых ребят за такие деньги, которые они в клубах получают. В зубах надо мяч заносить в ворота. И в продолжении футбольной темы более удачным, в отличие от сборной России, было выступление барнаульского «Динамо» в этом сезоне. Хотя уровень у команд разный, но задачи схожи. Сезон окончен, но свет не погас. Наоборот, алтайскую команду ждет очередная реформа в лиге и небольшие изменения в составе. Подробности у Дмитрия Дроздова. Динамо, Барнаул, ФНЛ. Заголовок топ, но это не то, что вы думаете. Лига Урал при Волжье, где в этом году играли белоголубые, вновь ждет реформа. Со следующего сезона команды будут выступать под эгидой футбольной национальной лиги. Это повлияет на изменения команд-участниц, их станет больше. И если в этом сезоне барнаульцы провели 28 игр, то в предстоящем их ждет около 40. Работы у игроков прибавятся и важно эти встречи пройти без потерь. По итогу сезона белоголубые заняли седьмое место. По словам руководства клуба, это достойное место и задача на сезон выполнена. Причем в Лиге Урал при Волжье у Динамо предпоследний по объему бюджет всего 39 миллионов. Он не менялся с 2004 года. Я назову хотя бы просто одну команду. Это Новосибирск. У них бюджет 250 миллионов. Вот и считайте, как нам с такими командами играть, хотя мы и сыграли, и неплохо. И разница всего лишь в итоговой таблице у нас через одно место. В июле Барнаульцын сыграет свой первый матч в новом сезоне в рамках Кубка России. Соперник пока неизвестен. Однако болельщиков ждет небольшое обновление состава, но это руководство клуба держит пока в секрете. Трансферы состоятся, но незначительные. Нам следует помнить, что Динамо играет только на своих воспитанниках. Поэтому усиления будем ждать из молодежной команды, либо из других алтайских клубов. Ясно одно. Предстоящий сезон для белоголубых будет непростым. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.